В сентябре этого года Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что реформа в школах 2018 года не нарушает права человека. Решение касалось преподавания на языке нацменьшинств в государственных и муниципальных школах. Еще две жалобы касались реформы в детских садах и частных школах, где также были увеличены пропорции преподавания на госязыке. Сегодня ЕСПЧ постановил, что и в этих случаях нарушений нет. ЕСПЧ, оценивая реформу 2018 года, указал, что тот объем гарантии, который был предоставлен, вполне достаточен. Но там мы помним, там были 50% с 1 по 6 класс и 20% с 7 по 9 на родном языке. А также в средней школе был блок родного языка и культуры, тоже в общей программе. Аргументы в вердикте были схожими с теми, что уже прозвучали в сентябре. Одну часть жалобы суд не стал рассматривать, а по второй решил, что у государства есть право устанавливать пропорции изучения госязыка, в том числе и в частных школах. Впрочем, инициаторы жалобы намерены оспорить сегодняшнее решение суда ЕСПЧ, для того, чтобы дело было отправлено на пересмотр и решение по нему принимала большая палата ЕСПЧ, в составе которой 17 судей вместо 7. Добавлю, что с этого года во всех школах Латвии проводится уже полный перевод на латвийский язык обучения. Родной язык и культуру, по ее итогам, можно будет учить только факультативно. Эта реформа также сейчас является предметом судебного спора. Однако прежде чем попасть в Европейский суд по правам человека, дело должно пройти все судебные инстанции в Латвии. Весной иск будет рассматриваться в суде Сатверсме. Данил Смирнов, РуслСМ Данил Смирнов, РуслСМ